Всем привет! Сегодня я приглашаю вас в мой уютный осенний вечер. Вы знаете, в них есть что-то по-настоящему особенное. Хочется зажечь свечи, заварить ароматный чай, достать теплые вещи и также это идеальное время для расслабления. В этом видео мне хотелось бы поделиться с вами теплотой, уютом и также мотивацией. Для начала давайте сделаем вместе вечерний ритуал и уделим больше внимания и заботы нашей коже. Так как осень и зима это самое лучшее время для кислотных пилингов, я решила пошагово показать, как я делаю кислотный пилинг в домашних условиях и как я восстанавливаю кожу после них. Первым шагом я убираю макияж с моего лица. Для этого я использую нежную мицеллярную воду от CeraVe. Она очень бережно относится к коже, не вызывает раздражений, покраснений, высыпаний, шелушений, к тому же не имеет никаких отдушек. Лично для меня это дополнительный плюс. Она также справляется с любым видом макияжа и убирает даже довольно стойкую тушь. Далее нам понадобится кислотный гель для умывания. У меня от Pixi, но я не могу сказать, что он мой самый любимый. Я использую его только перед кислотными пилингами, потому что обычно он сушит мне кожу, но другого у меня нет. Вы можете взять какой-то другой и поменьше формат. Дальше я воспользуюсь моим любимым ретиноловым тоником от Pixi. Я протираю все лицо, вот ему замены я не нашла, поэтому если есть возможность и желание, то советую попробовать. Теперь моя кожа готова к нанесению кислотно-ретинолового пилинга. Я уже рассказывала вам о нем. Беру небольшое количество и вот так ватным диском распределяю по всему лицу. Его очень просто и легко использовать в домашних условиях, и он также не требует нейтрализатора. Немного покалывает, но терпимо. Смываем его обычной холодной водой. Для того, чтобы восстановить кожу, я воспользуюсь увлажняющим тоником. Это у меня также Pixi, но вы можете заменить его любым другим. Просто я стараюсь использовать все то, что у меня открыто. И на губы я наношу шикарнейшую маску с маслами от бренда Petit Fim. Она восхитительно ухаживает за губами. После такой процедуры мне нужно экстренное восстановление. Поэтому я воспользуюсь концентратом Advanced Night Repair. Это новинка от Estee Lauder, которые лично для меня являются экспертами в области ночного ухода. Если помните знаменитую сыворотку из этой линейки. Так вот, это средство ежедневного ухода. А новый концентрат предназначен для быстрого восстановления кожи, успокоения и увлажнения за короткий промежуток времени. Концентрат действует как кнопка перезагрузки для нашей кожи. Такой SOS-помощник, который быстро приведет нас в порядок. Причем абсолютно не важно, остаемся мы дома или планируем отправиться на вечеринку. Он устраняет последствия стресса на коже всего за один час. В данном случае стресс пилинг. Но не забывайте, что осенью и зимой наша кожа ежедневно подвергается воздействию ветра, мороза, на ней плохо сказывается смена температур, отопительный сезон, да и вообще наш ритм жизни. В составе этого средства в 15 раз более высокая концентрация гиалуроновой кислоты, а также новые технологии, которые помогают восстановить и увлажнить кожу очень-очень быстро. А при регулярном использовании он укрепляет ее, придает свечение за счет мощного увлажнения и даже выравнивает текстуру. При этом всем у него легкая текстура, он хорошо и довольно быстро впитывается, и за счет такой удачной упаковки у него минимальный расход. Конечно же визуально она мне очень нравится, лаконичный дизайн не может не радовать глаз. После его нанесения я люблю выполнить легкий массаж лица. Он улучшает кровообращение, убирает лишнюю жидкость и хорошо расслабляет. Все движения я выполняю нежно, стараясь не растягивать кожу. Такой массаж занимает от 3 до 10 минут и если честно, то все по настроению. Также капельку концентрата я наношу на шею и область декольте. После таких процедур лицо выглядит свежим и отдохнувшим. Кстати, пижамку мне прислали Estee Lauder тоже к осени. И в конце моего бьюти ритуала по уходу за лицом я наношу гель от Clinique из линейки Moisture Surge. Средство очень интересное, потому что это гелевая текстура, но его нужно граммулечку для того, чтобы хорошо увлажнить область вокруг глаз, а если вы переборщите, то будет эффект липкости, поэтому в этом случае меньше значит больше. Когда я хочу устроить себе настоящие домашние спа, я всегда пользуюсь скрабом с ароматом настоящего какао. Он на основе сахара, это Giovanni. Мало того, что он восхитительно отшелушивает кожу, делает ее такой бархатистой, нежной, его еще и просто приятно использовать, потому что у него такой запах, что хочется взять ложку и съесть его сию минуту. После скраба я также стараюсь использовать масло для тела, и если не ленюсь, то еще и выполняю массаж баночкой, но не всегда. В этот раз я не пользовалась ими, но после скраба я часто наношу автозагар на все тело, вот такие как от Эвелайн или Колостына в виде лосьона или в виде пенки, но для того, чтобы распределить его равномерно, я использую перчатку. И где-то раз в неделю я использую автозагар для лица, у меня есть два любимца в виде капелек, вот этот от Белленда дает легкий эффект загара, и более видимый от Белленс Ми, у него еще и хороший состав. Также осенние вечера ассоциируются у меня с ароматом вкуснейшего чая, какао или домашней выпечки. Я сама редко ее ем, но мои мальчики на удивление любят что-то делать со мной, возможно когда-то они станут поварами. В любом случае, меня как маму не пугает бардак, который сопутствует приготовлению домашнего печенья или пирогов, поэтому я с удовольствием готовлю с мальчиками вот такое печенье. Рецепт я оставлю вам в инфобоксе, он по-детски простой и все всегда получается, нужно немножко терпения и времени для того, чтобы сделать домашнее печенье. Я не могу сказать, что оно самое вкусное в мире, но сколько же радости оно дарит детям, и я верю в то, что вот такие вечера надолго останутся в памяти моих детей. Во всяком случае, мне этого очень хотелось бы. Наше печенье будет готово через несколько минут, часть мы сделали с какао, а вторую с лимонной цедрой. Мало того, что мальчишки с удовольствием поедали печенье сами, еще отнесли в садик поделиться со своими друзьями. Также я просто обожаю готовить что-то вечером на завтрак. И сегодня мы вместе будем делать тарту. Для этого мы кипятим воду, солим ее и варим брокколи буквально 3 минуты. Рецепт также очень простой, вы можете менять ингредиенты, но за основу оставьте яйца, творог и сыр. Когда брокколи готов, достаем его из кастрюли и готовим в эту сырную массу. Взбиваем 4 яйца, далее добавляем 2 ложки сметаны, еще 2 ложки творога, еще раз все взбиваем, или можем просто перемешать вилкой, как хотите. Добавляем немного сыра с плесенью, если вам он нравится, если нет, можете пропустить этот шаг. Если прав, только перец, базилик и соль. Это все. Честно говоря, я сама не умею делать слоеное тесто, но оно скорее всего продается везде, откуда вы меня смотрите. И у нас также я выкладываю его в форму. Я не придумала, как это сделать ровно, поэтому просто выложила так, как посчитала нужным. И вот так вилочкой прокалываю дно по всему периметру. Нарезаем брокколи. Я люблю, когда много овощей, поэтому я добавлю практически все, что у меня есть. Выкладываю его вот таким образом и заливаю сырной яичной массой. Приготовление вот такого сытного и простого завтрака занимает от силы 15 минут, но утром, как мне известно, многим не хватает этого времени, так что я делаю это с вечера. И теперь в конце я выкладываю желтый сыр. Все-все ингредиенты я оставлю вам, как обычно, в инфобоксе. Запекаем нашу тарту в течение 30 минут при обычном режиме и завтра утром вас будет ждать вкуснейший завтрак. На этом мой вечер заканчивается. Я надеюсь, что вам со мной сегодня было интересно. Вы получили нужное вдохновение и мотивацию. Если видео вам понравилось, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Теперь будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.